Привет, друзья! Вы на канале Баранак Русси. В сегодняшнем видео моих новинок игр на Nintendo Switch вы видите пятерку игр на Nintendo Switch, которые у меня появились в коллекции буквально недавно. Я про их вам расскажу и расскажу, почему я их купил, и придусь мнению по поводу этих игр. Первая игра это Burnout Paradise Remastered. Это игра от Electronic Arts, которая завысила цену на эту игру. На других консолях игра стоит полторы тысячи где-то примерно. На Switch в цифре продают за 3500, на картриджах 3700. Игра реально своих денег не стоит. Игра 2009 года, ремастеры, да, но на Switch он не настолько улучшен, чтобы такие деньги задвигать. За портативность платить такие деньги? Не знаю. Благо на эту игру была скидка, плюс бонусы, и эту игру можно было взять, и я взял. Потому что гоночек на Switch топовых не так уж и много, Mario Kart есть, но мне он лично надоел. Поэтому в эту игру я хотел поиграть. И всё вам сказать, я в неё поиграл. Игра выглядит 2009 год. Буквально видно, даже этот ремастер не спасает. Видно, что игра 2009 года. Я запустил игру. Тут такие два мунальчика. Это песочница, где вы можете сами выполнять задания, гонки, всякие гонки на время и так далее. Много режимов есть онлайн, причём входят все DLC. Вроде только одного DLC здесь нету какого-то. Игра интересная, но всё-таки это аркадные гонки. Здесь нет реальной физики, здесь всё аркадное. В этой игре интересно врезаться, потому что физика в этом плане хорошая, как мнётся машина. Но в плане гонок это физика нереалистичная, это просто обычные аркадные гонки. Здесь очень много машин, красивые трассы. Открытый мир, точнее, в этой игре. Открытый мир очень хороший, но видно, что игра старая. Поэтому советую взять со скидочкой эту игру. Возможно, более подробно расскажу о том, что я поиграл в августе. Поэтому смотрите это видео. Но так, на данный момент скажу, что нет. Полторы тысячи, да, за неё можно отдать. Но не 3 700, как за неё требуют. Поэтому приберегите лучше деньги и что-то другое. Но если совсем не терпится поиграть, если это ваша любимая гонка на свече, которую только вообще любите, то точно стоит поиграть. Но я бы не стал брать за полную цену. Следующая игра, это Samurai Warriors 4 Ultimate. Многие, кто смотрел мою первую часть игр на Nintendo Switch коллекции, там я показывал, что у меня есть Warriors 4, но обычное издание, не Ultimate. Увидев в одном магазине ультимат-версию игры, я решил продать свою обычную версию. Сдал в одном магазине. И есть такой магазин в Питере, в котором вы приносите свои игры, сдаёте и часть, и можете использовать деньги, которые вы получили за эту игру, как скидка для другой игры. Также можете полностью оплатить новую игру. Что я сделал? Я сдал обычное издание, купил себе Warriors 4 Ultimate, доплатил там тысячу, наверное, с чем-то, и взял. Но ультимат-версия, вот если купить, это можно DLC купить, чтобы прокачать версию игры до Ultimate. Но DLC стоит почти 3 тысячи, поэтому вообще не выгодно покупать отдельный DLC. Поэтому я продал эту версию, взял эту буквально за тысячу, наверное, с чем-то. И это игра из моей коллекции с DLC, большущим, который добавляет много квестов в игре, добавляет много-много персонажей, оружия, всякий транспорт в виде новых лошадочек. Мне очень нравится серия Warriors Orchie. Третья часть, наверное, лучшая мусоу, в которую я играл. Мусоу это жанр игр японских. Поэтому любителям мусоу точно советую появляться в эту часть. Я в нее играл, в обычную Warriors. Там ничего не отличается, просто здесь DLC большущий. Без DLC игра офигенная. Интересная, более 150 персонажей играбельных. Создаете свои отряды, бегаете, защищаете свои ванпосты, захватываете другие посты, сражаетесь с тысячами врагов, убиваете боссов. Это игра медитативная, чтобы расслабиться, включить на фон какое-нибудь видео на YouTube и играть в эту игру. Есть, да, сюжет здесь, но Warriors Orchie, он имеет значение. В обычных частях, типа, в Тайности Warriors он не очень важен. Вот в этой части все-таки, наверное, стоит читать сюжет, здесь он интересный. Позаим вот так, чтобы все всем видно. Следующая игра, которую я очень долго хотел, это Mega Man 11. Я даже купил себе коллекционку с этой игрой, но, так как меня жаба задушила в итоге, покупать коллекционку, переплачивая 3000 за амимку, за там какой-то постер какой-то, не очень интересно, я решил обычную версию, благо она появилась в магазинах, и я взял себе обычную версию, а чего не пожалел. Я являюсь фанатом серии Mega Man, правда, я прошел всего лишь X-версии, первый X, который вышел на SNES 2, и третий прошел. Мне очень не понравилось, я решил взять Mega Man 11. И знаете, игра очень хорошая, интересная, хардкорная, как и другие версии Mega Man. Мне очень понравилось, я прошел ее полностью, но, более подробно я расскажу про нее, во что я поиграл в августе, там были более подробно про эту игру, потому что я прошел как раз в августе, и там про нее все узнаете. Следующая игра, это Collection of Mana. Это коллекция трех классических игр из серии Mana. Сюда входит все игра Final Fantasy, какая, вот тут все написано, для Final Fantasy Adventure, Tales of Mana, который, как вы знаете, в моей коллекции есть, ремейк этой игры. И, я вам скажу, Secrets of Mana, который выходил у нас с NES. Я играл в Secrets of Mana, играл в ремейк этой игры, но решил взять в своей коллекции такую коллекцию трех игр, потому что мне очень понравился ремейк, мне понравилась Secrets of Mana, поэтому, думаю, возьму эту игру, поиграю. Мне очень хотелось поиграть именно в Trials of Mana, в таком пиксельном варианте, в оригинале, потом взял эту себе игру, благо была на меня скидочка очень хорошая, код активировал, поэтому не важно, но могу сказать, что игра хорошая. Всем коллекционерам, кто любит классический JRPG, это вам классическое JRPG, если у вас не отпугивает графика в таких играх, то с меня можете поиграть. Игры пиксельные, я взял в коллекцию, о чем не жалею, потому что очень хотел иметь в своей коллекции этот сборник, и благо ко мне едет еще пару сборников, но потом вы это увидите в будущих выпусках моих новинок. Идемте дальше. И последняя игра, пятая в моей коллекции на тот момент, которую я приобрел, это Hollow Knight, полый рыцарь, платформер, про такого рыцаря. Чем не привлекла эта игра? Во-первых, это игра в жанре метроидвания, но я не прошел ни одной метроидвании, мне кажется, они какие-то скучноваты, мне не очень нравится возвращаться на старые локации, но эта игра подкупила меня своей атмосферой, графикой. Здесь входит постер и маленький мануал. В постер показывать не буду здесь карта, точнее, не постер, а карта. Карта мира, а здесь такой маленький пучек иллюстрациями из игры, обучением. Более продробно про это расскажу, что я поиграл в августе, там, наверное, будет все-таки это более подробно, потому что как раз в это играю. Игра подкупила, как я говорю, своей атмосферой, графикой, очень интересный мир, и я в нее точно тоже залип, поиграл, очень интересно. Более подробно расскажу, что я поиграл в августе, но в эту игру я точно любителям метро-два, они не нравятся. Мне пока что нравится, я наиграл, правда, не очень долго, это игра часов на 70-80, если прям долго в нее играть, но я пока что часа 3 наиграл, мне пока что нравится, начальные локации, пока разбираюсь в механиках, мне нравится. Пока не могу сказать, что прям очень нравится, но пока нравится. Более подробно расскажу вам, во что я поиграл в августе, там уже, наверное, больше часов наиграю, если не дропну эту игру, потому что у меня очень большой всегда соблазн дропнуть игру, когда она метро-два. Единственную метро-дванию, которую я прошел, все-таки Resident Evil Revolution первый, многие называют метро-дванию, я тоже считаю метро-дванию, потому что очень много раз надо возвращаться, вот единственную ее я прошел, но она была очень интересная, она лучшая Resident Evil, которую я играл, поэтому в эту игру я поиграю тоже, в более подражительное время, и вам расскажу про нее, во что я поиграл в августе. Вот такие игры я приобрел за этот период времени, ждите дальнейших видео моих новинок на Nintendo, смотрите коллекцию мою, как она пополняется, вас ждут много на этом канале рубрик, связанных с играми, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, всем удачи и пока!